друзья всем привет сегодня я покажу вам самую уютную спальню в мире дизайн которой мы разрабатывали для наших замечательных заказчиков кто из нас россиян не мечтает оказаться в теплых краях например в такой замечательной стране как боли именно эту атмосферу этого острова мы создавали в своем интерьере именно туда мы переносили наших заказчиков с помощью текстур фактур форм цветов вы только представьте вы приходите вечером после работы домой на улице снег темно а дома вас встречает радостная умиротворенная атмосфера очень красивая очень добрая очень нежная очень гостеприимная а самое главное там тепло и вот вы лежите на пляже вы купаетесь в теплой воде вы нежитесь под теплыми лучами солнца легкий морской бриз развивает занавески в вашем бунгало в котором вы просыпаетесь нежитесь в кровати и вот совсем рядом рукой подать море теплая вода а где-то там джунгли в общем хорошо чтобы создать атмосферу бали и наши заказчики погрузились именно в эту атмосферу нужно было взять какие-то характерные элементы именно этой страны то есть мы представили что заходя в спальню мы попадаем в некий домик бунгало они как правило деревянные с соломенной крышей зачастую нету окон это просто могут быть какие-то решеточки ну видимо чтобы обезьянки не забежали так вот у нас в спальне и есть эта самая деревянная бунгало куда мы попадаем посередине стоит кровать с балдахином это тоже как мне кажется неотъемлемый атрибут вот с этими развивающимися занавесками которые нам напоминают о легком морском бризе который развивать мог бы развивать эти самые занавески вот они здесь есть они формируют балдахин вокруг кровати и лежа в такой спальне совсем не трудно представить себя на берегу теплого моря мы так и чувствуем этот ветерок тем более что там где-то уже проглядывают джунгли для этого мы сделали специальная фальш стену эта решетка за которой спрятали те самые листья пальмы других растений а еще специально все это подсветили чтобы придать мягкости чтобы приглушить звуки на пол мы постелили специальное ковровое покрытие по которому приятно ступать которая создает эту самую атмосферу мягкости уютности очень много текстиля как я уже сказал это балдахин это покрывало все нежных тонов природных возможно даже земляных еще очень важно создать правильное освещение то есть не должно быть никакой люстры но какая люстра на боли как-то мне кажется это совсем не вяжется поэтому нужно сделать подсветку мягкую незаметную а самое главное чтобы она не раздражала глаза она не должна быть очень яркой все светильники скрытые мы их не видим свет преимущественно отраженный и рассеянный здесь он идет из под карниза он идет из-за решетки есть конечно же лампы на тумбочках которые можно включить и они дадут дополнительный свет но он будет очень мягкий рассеянный и это тоже создает атмосферу я просто обращаю на это внимание потому что свет может как раскрыть идею интерьера а может ее и убить ну то есть стадион нам делать явно не надо было и такого яркого освещения нам не надо ну если углубляться в тему освещения то наш организм реагирует на температуру свечения вот и мы либо бодримся либо наоборот успокаиваемся так вот здесь такая температура которая способствует отдыху то есть наш мозг расслабляется выходя из нашего бунгало мы попадаем прямо к воде ну собственно говоря это ванна которая стоит за раздвижными перегородками мы можем эти перегородки закрыть и тогда мы не будем видеть кто там купается ну хотя сквозь решеточку немножечко силуэт там и разглядим ну так вот мы можем туда пройти залечь в эту ванну и в общем получать удовольствие в ванной конечно можно просто мыться а можно кайфовать так вот здесь как раз для кайфа ванна то есть мы вышли из спальни мы там лежим можем зажечь свечи если это вечером и получить настоящее удовольствие но и потом в халатик и в кроватку для создания настроения стена за ванной оформлена в таком стиле что это какие-то наскальные рисунки каких-то там древних народов которые возможно когда-то проживали на этом острове бали и вот после них осталось вот это наскальная какая-то живопись конечно это все моя фантазия но она помогает создать ту самую атмосферу о которой я говорил самом начале и постоянно про нее же вам и рассказываю что в дизайне очень важно создавать эту самую атмосферу потому что мы не только глазами воспринимаем окружающий мир а в общем-то всеми чувствами которые нам даны поэтому очень важно поймать это ощущение в этой зоне где находится ванна очень важно поработать со светом но в первую очередь это атмосферный свет свечи но конечно одними свечами помещение не осветить поэтому есть бра которые прямо в стене как будто бы вмазаны туда и этот свет попадает на потолок отражается и возвращается обратно это тоже способствует создание расслабляющей атмосферы то есть нету никаких современных светильников которые могли бы с легкостью появиться в другом интерьере с другой атмосферой но именно здесь нужны прямо вот такие вот природные которые сливаются со стеной когда мы выйдем из ванны и пойдем дальше то мы попадем в джунгли ну прям как на бали вышел из домика и попал в лес вот так же у нас только это гардеробная а на дверце шкафов наклеены специальные обои с изображением джунглей разные растения цветы и птицы которые погружают нас в атмосферу этого сказочного леса где мы оказываемся в общем-то каждое утро каждый вечер и ловим те самые ощущения тепла и уюта кстати говоря это не обязательно могут быть обои можно стены расписать можно пригласить художника и он сделает абсолютно индивидуальный рисунок который больше нигде не будет появляться ни у кого в интерьере и это уже будет супер индивидуальность в этой гардеробной есть несколько фишек одна из них это скругленный угол вообще очень часто мы за стали использовать такой прием как скругление внешнего угла ну во-первых это приятнее визуально мы не видим границы а видим продолжению стены а во-вторых это очень практично потому что внешний угол как вы наверное могли бы заметить в своей квартире или в какой-нибудь чужой очень часто отбивается его легко задеть каким-то предметом может быть и получается скол это некрасиво а скругленные углы всегда остаются аккуратными и повредить его практически невозможно вторая фишка это макияжная зона которая встроена прямо в шкаф достаточно открыть дверку и внутри мы увидим столик очень качественную подсветку пуфик выдвижной соответственно хозяйке этой квартиры будет очень удобно комфортно и атмосферно делать макияж утром перед тем как пойти на работу третья фишка в этом пространстве подсветка она расположена внизу и очень комфортно вечером когда на улице темно и мы не хотим чтобы яркий свет нас слепил включаем эту подсветку она подсвечивает пол и соответственно указывает нам направление это очень здорово очень атмосферно но если вы хотите яркое освещение а вы его конечно же захотите особенно когда выбираете одежду одеваетесь то потолок это полностью световое пятно которое имитирует небо я напоминаю мы ведь когда вышли из спальной зоны из бунгало импровизированного как бы из домика мы вышли как бы на улицу где джунгли сверху над которыми яркое небо откуда так сказать нас пронизывают лучи солнца вот для этого мы сделали специальный натяжной потолок который рассеивает свет и вот соответственно создает нам вот такой вот яркое освещение которым будут пользоваться не часто а скорее всего и чаще будут пользоваться именно подсветкой которая вдоль всего пола под шкафами расположена следующее помещение в которое мы попадаем и из гардеробной это душевая и все эти три помещения душевая гардероб и спальня формирует единое пространство которое называется мастер спальня я ее называю еще родительская спальня вот на плане это очень хорошо видно и если вы хотите действительно комфортное пространство в квартире или доме то обязательно и всегда старайтесь сделать мастер спальню и здесь самое главное что что мы все еще находимся в джунглях а для этого мы использовали зеленую плитку такого насыщенного зеленого цвета и взяли эту плитку специально как будто ее вылепливали руками а не на каком-то станке она вот вся такая кривоватая переливается и вот из нее мы выложили стены помимо этого на входе как я уже сказал нас встречает барельеф а этот барельеф будет делать художник специально на заказ скорее всего это будет гипс из которого все это будет вылепливаться потом будет собираться краситься такой прием мы уже применяли не раз но именно вот такие вот авторские вещи придают интерьеру неповторимую атмосферу и делают его очень индивидуальным а также очень хотелось показать и сделать отсылку к архитектуре древней этой территории и соответственно вот появился барельеф появилась какая-то резная тумба чтобы усилить эффект от того что мы где-то далеко в джунглях мы даже светильники подбирали таким образом что чтобы они напоминали там не знаю или лианы или каких-то там змей которые свисают с этих лиан здесь также натяжной потолок светопропускающий но мы на этом не успокоились а решили туда положить листья растений ну и разумеется искусственных все это создает атмосферу того что мы уже совсем далеко в как вот в этом лесу ли и нас прям накрывают ветви деревьев и даже в каких-то местах не пропускают лучи солнца ну в нашем случае это светодиодная подсветка но мы же занимаемся имитацией и все можно прям вот не ездить больше не покупать билеты ни на какие боли все боли у нас дома по моему очень круто получается кстати раковина тоже как будто из цельного куска камня выточена и прямо там где-то на берегу может быть найденной и вот использована как раковина и здесь еще есть ряд интересных приемов которые я вам покажу во первых как всегда продумано очень много хранения то есть я всегда говорю что первое на чем нужно думать это хранение здесь она тоже продумано и благодаря этому все баночки скляночки спрятаны то есть ничего нас не раздражает во-первых это шкафчики которые находятся над унитазом они открываются и там все прячется все что нам необходимо а сделаны эти шкафчики из мдф мдф крашены с печатным рисунком и унитаз обратите внимание не белый не красный а он серый на сером фоне это сделано для того чтобы его просто скрыть и он не привлекал к себе внимание еще хотел показать интересные полки которые мы придумали вот здесь вот они как бы выходят из стены таким изгибом вместе заворачиваются с плиткой а внутри полочки то есть как будто стена немножко отошла от основной стены как кора у дерева знаете так вот немножечко отклонилась и внутри сделаны полки а с другой стороны где также стена отклонилась там сделана подсветка которая светит сбоку на брельеф и делает его еще фактурнее душевая зона полностью отделана плиткой углы закруглены чтобы показать природность этого пространства использована огромная лейка которая обеспечивает тропический душ я считаю это тоже очень важно ну и конечно здесь есть полочка замечательно есть такая наша российская компания свок которая производит железные полочки и всякие держатели здесь она выкрашена в зеленый цвет цвет стены чтобы особо не бросалась в глаза ну здесь нам нужно главное функционал а не подчеркнуть насколько прекрасна эта полочка хотя она безусловно прекрасно в этой душевой продумано все даже крючки под халаты они здесь специальные деревянные как будто их вытащили руками на них кстати зеленые халатики неспроста чтобы сильно не привлекать к себе внимание пускай они лучше сливаются со стеной ну и конечно выходя из такой ванной вы уже полностью расслабились прошли в спальню и и в таком замечательном домике вы будете спать без задних ног выспитесь на сто процентов и на следующий день с новыми силами и впечатлениями отправитесь на работу как говорится покорять новые высоты я считаю это очень важно чтобы ваш дом заряжал вас энергии для этого для каждого клиента мы создаем свою индивидуальную и уникальную атмосферу друзья если вам понравился такой формат то пишите в комментариях и я сниму еще целую серию можно прямо с этой квартиры она у нас очень большая интересная насыщенная и я даже наверное создам целый плейлист где можно будет все по порядочку посмотреть и погрузиться в эту атмосферу над которой мы работали целых полгода и создали этот прекрасный дизайн но на этом все если понравилось видео то ставьте лайк нажмите на колокольчик и подписывайтесь конечно же на наш канал где рассказываем про дизайн много интересного на этом все всем пока да прибудет с вами муза